120 работ, 16 СМИ, 5 номинаций. Так, ежегодным конкурсом профессионального мастерства представители четвертой власти, журналисты Ивановской области отметили свой праздник – День печати. Пресса – это сегодня средство массовой информации, очень значимый элемент нашего общества, безусловно, порой обоюдоострый, безусловно, порой не улучшающий настроение государственным чиновникам, но это не мешает нам вас любить, вас ценить, вас уважать. На конкурс журналисты отправляли самые сильные свои работы за год в номинациях – аналитика, репортаж, история, телепрограмма, фото. Соревновались газеты и телевидение – муниципальные и региональные. На мой взгляд, в этом году был довольно слабый, ну такой средний уровень в номинации фото. Ничего интересного, яркого не было. А в номинации репортаж тоже не было, на мой взгляд, больших удач, именно как репортажей. Были очень интересные материалы, яркие, информационные, но это не репортаж. Видимо, здесь надо как-то менять рубрику. А удались, по мнению жюри, телевизионные передачи и аналитика. Авторский фильм, выпускающий в редактор телеканала РТВ Иванова Елены Беловой, стал лучшим в номинации «История». Награду принес сюжет о ветеранах войны, что особенно почетно в год 70-летия Победы. Я думаю, для журналистов этот конкурс важен прежде всего тем, что это возможность вспомнить то, над чем мы работали целый год. То есть вспомнить какие-то удавшиеся материалы, действительно, то, что называется у нас журналистки, журналистская удача. Здесь, наверное, выигрывают именно эти материалы. Не значит, что другие плохо работали. Это значит, что просто одним повезло в этом году чуточку больше. Особенно ценится в журналистских материалах объективность и честность. В телевизионных репортажах наглядность, в печатных красота слога. Это сложная профессия, потому что иногда чувствуешь свое бессилие, когда к тебе обращаются за помощью, а ты не можешь помочь. Вот в этот момент как-то иногда опускаются руки, но по большому счету все равно мы как бы работаем на благо людей, стараемся им помочь. Я считаю, что мы хорошим делом просто занимаемся. Традиционно на медиапрофе в неформальной обстановке встречаются журналисты и чиновники, имея редкую возможность поговорить без штампов и вне канонов жанра. Когда журналисты задают нам вопросы, мы, естественно, не всегда ожидаем подобные вопросы и не всегда к ним готовы. Но это нормально, это работа, которая, наоборот, позволяет нам повышать свою квалификацию и лучше работать нам, как органам государственной власти. У меня, конечно, все средства массовой информации любимые, но родное ТВ – одно из самых любимых средств массовой информации. Представителям второй древнейший в день государственного праздника желали вдохновения и хороших новостей, которые так редко разглядишь в ворохе происшествий и событий из пресс-релизов.